Крымские медики с каждым годом все лучше преуспевают в борьбе с раком. Об этом говорит статистика, а именно пятилетняя выживаемость, которая описывает длительность жизни пациента после постановки диагноза. В Крыму этот показатель превышает 50%, что, по мнению онкологов, является хорошим результатом. Причина тому – первичное выявление рака на ранних стадиях, когда симптомы еще не ярко выражены. У нас на сегодняшний день выявляемость на первой и второй стадии составляет 56,1%. То есть доля выявленных на ранних стадиях от всего общего числа злокачественного образования у нас в 2018 году гораздо выше, чем в 2016 и в 2017 годах. Есть и другой существенный показатель, который описывает работу крымских онкологов – заболеваемость. По статистике, из 100 тысяч человек почти 500 имеют рак. Однако это не означает, что пора бить в набат. Показатель говорит о том, что медики научились искать симптомы и диагностировать болезнь с большей эффективностью. Все благодаря хорошему финансированию этого направления и обновлению технопарка республиканского онкоцентра. Однако помогает и диспансеризация. У нас и диспансеризация, вот сейчас как раз тоже началась диспансеризация у нас во всех поликлиниках города. Там, соответственно, по годам, определенные годы, то есть сейчас вот цифра, которая делится на три года рождения, может человек пройти диспансеризацию абсолютно бесплатно. В том числе у нас многие поликлиники города открыли сейчас диспансеризацию в субботу. То есть удобно очень нашим пациентам, чтобы не тратить рабочий день. Поводом провериться у специалистов может быть не только конкретная дата диспансеризации, но и самодиагностика. Учитывая, что для Крыма наиболее характерны различные виды рака кожи, нужно внимательно осмотреть все родинки. Появились ли новые, изменили цвет или форму старые. Это может говорить о наличии онкологических заболеваний. В таком случае стоит обратиться в поликлинику. А лучше потерять немного времени на приеме, чем здоровье и жизнь, закрыв глаза на опасные звоночки. Никита Егоров, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.